Окружить ваших любимых заботой, теплом, еще раз и еще раз напомнить о том, как вы их любите, как много они в вашей жизни значат. Поэтому мне кажется, что даже если вы не любите этот праздник, то пусть это будет дополнительным поводом окружить ваших любимых заботой и теплотой. Итак, структура нашего каталога остается неизменной. Вас ждет супер предложение в начале каталога, это наш парный аромат Эклад Мадемуазели Эклад Луи, драйвер каталога. Во втором каталоге основная тема все-таки мужская. 23 февраля нас ждет, тоже замечательный праздник, День защитников Отечества, но уже по традиции это день, в который мы поздравляем всех мужчин, действующих защитников будущих, наших мальчиков, сыновей, племянников и всех-всех наших представителей, сильной половины человечества. Поэтому драйвером каталога номер 2 является набор North Unlimited. Я о нем более подробно расскажу чуть-чуть попозже. Конечно же, вас ждут главные продукты каталога и предложения на задней обложке каталога. И вы знаете, этот каталог немножечко необычный. Сейчас, одну секундочку. Прошу прощения. Прошу прощения, отлучилась, не взяла. Я думаю, что вы многие видели этот каталог, и вы видели, что он имеет не совсем обычную структуру, в том плане, что он двухсторонний. И задняя обложка каталога, по своей сути, это обложка другого каталога, скажем так. То есть, переворачивая его, вы видите целый раздел для мужчин. И там вас ждет огромное количество предложений по подаркам для ваших любимых защитников. Итак, давайте более подробно окунемся в наши новинки. И замечательные парные ароматы выходят в каталоге номер 2. Эклад Мадемуазель и Эклад Луи. Уже пользуясь вместе с мужем обалденные ароматы. Да, Юля? Потрясающе. Вы знаете, ароматы действительно ни на что не похожи. Правда. Это весенние, очень красивые, очень стильные. И не только в дизайне упаковки, но и в композиции своей. Вот так выглядит женский. Небольшая бутылочка, очень красивая. Есть общая стилистика в дизайне с классическим ароматом Эклада, мужским и женским. Но так или иначе, конечно же, это совсем другим, ни на что не похоже. И вы знаете, эти ароматы по своей композиции, они направлены на такие спокойные семейные отношения, на такие домашние вечера. И несмотря на такую более весеннюю композицию и мужского, и женского аромата, есть в них что-то очень сентиментальное. И женский аромат Эклад, это цветочный фрукт зеленый, действительно весенний. Несмотря на то, что наш каталог все-таки еще начинается и заканчивается зимой. Заканчивается он 18 февраля, но так или иначе, я не знаю, как у вас, у меня немножечко растаял снег. Прошу прощения, маленькие, новая площадка, все переливается, очень много разных сообщений, пока не совсем разобрались. Аромат действительно весенний, и когда немножечко растет снег, у меня появилось ощущение, что вот уже новогодние праздники прошли, вот уже появились первые кусочки асфальта из-под снега, и у меня уже появилось весеннее настроение. Я думаю, что у вас ближайшие праздники, 14 февраля и 23 февраля, уже немножечко вас погрузят в весеннюю атмосферу. Конечно же, наши ароматы, они действительно очень-очень легкие, и уже пора запасаться ароматами, которые обновят ваш весенний аромат. Основная нота женского аромата, это белый гибискус, это действительно такой зеленый хрустящий аромат, очень нежный, очень романтичный. Поэтому я думаю, что всем любительницам вот таких легких, свежих, цветочных ароматов, он очень понравится и войдет, скажем так, в постоянный парфюмерный гардероб. Что же касается мужского аромата, вклад Луи – это аромат спокойных мужчин, домашних, заботливых, которые не привыкли нарушать правила, которые любят действительно тепло и семейный уют. У нас есть множество дерзких ароматов, таких как новинка первого каталога, Venture Beyond. Этот аромат для немножечко других мужчин, это действительно такой вот комплимент вашему мужчине, что он ваш защитник за то, что он ваша опора, и это действительно очень приятный, тоже пустящий зеленый весенний аромат. Здесь и в женском, и в мужском аромате есть нота яблок, здесь в мужском аромате есть грейпфрут. Эта нота встречается довольно часто, но здесь она звучит не так ярко, как в многих других фруктовых ароматах. Основная все-таки нота – это действительно весенний, зеленый, очень приятный и довольно насыщенный аромат. Итак, мы идем дальше. Какие продукты для ежедневного ухода мужчин появились в актуальной парфюмерной позиции? Это драйвер нашего каталога, коллекция Northman Limited, в которую входят пены для бритья, лосьон после бритья и гель для душа. Конечно же, как и в наших других сериях Northman, здесь есть активный и действующий компонент Arctic Pro Defense. Это анксидантный комплекс, который предотвращает преждевременное старение и очищает от негативного воздействия солнечных лучей. Эта коллекция подойдет для мужчин любого возраста, для молодых парней, для мужчин постарше. И здесь, в принципе, все необходимое для ежедневного применения каждого-каждого мужчины. И как бы ни шутили мужчины над женщин в том плане, что 23 февраля – это праздник пены для бритья, так или иначе, я думаю, что это один из тех продуктов, который нужен каждому мужчине. Поэтому такой набор, особенно когда он является драйвером, это значит, что он идет с хорошей привлекательной скидкой. Это действительно очень хороший вариант для подарка вашему мужчине. Итак, и еще, начиная с задней облочки, вас ждет 23 мужских подарка со скидкой 45%. И я думаю, что огромное количество любимых продуктов, и серия Нортмен классическая, и всевозможные триммеры, дезодоранты. У нас есть замечательный набор по уходу за ногтями и волосами для мужчин. Очень красивый. Если честно, он выглядит настолько стильно, что я уже даже... Они не... Купить ли мне его самой себе? Потому что он в таком очень красивом матовом черном чехле. Очень красивая коллекция, и действительно очень хорошие и очень полезные инструменты в нем содержатся. Поэтому я думаю, что обращайте внимание свое и ваших клиентов на замечательные подарки, которые ждут вас на задних страницах нашего каталога номер 2. Итак, ну, не стоит забывать о себе любимых. Я говорю о женщинах. И очень популярна серия по уходу за волосами, которая поможет сохранить молодость не только кожи, но и волос. Собственно, ухаживать за волосами. Все-таки не за горами сезон, когда шапки придется снять, когда выглянет солнышко, и волосам нужен максимальный уход. И, конечно же, серия Экт Плюс для борьбы с первыми возрастными признаками старения волос. К сожалению, стареют и волосы, в том числе они становятся более хрупкими, более ломкими, менее пигментированными. И ухаживать за ними нужно еще более и более тщательно. И скидка в 50% действительно должна драйвить даже этого набора. Потому что действительно очень популярный и легендарный набор по уходу за волосами. Итак, востребованный продукт для макияжа выходит у нас во втором каталоге. Это продукт, которого я честно ждала, наверное, с самого прихода в компанию Арифлейм. Потому что я являюсь страшным поклонником ухоженных бровей. Для меня брови – это моя профессиональная деформация. Я об этом говорю очень многим. И вы знаете, на сегодня на рынке такое огромное количество продуктов для бровей. И помады, и тень, и туши, и все что угодно. Воски для бровей. Но я, несмотря на что, продолжаю любить карандаши. По той простой причине, что ухаживая за вашими бровями, чаще всего встречаются две проблемы. Недостающие волоски в каких-то местах и недостаточная густота. И вот с этими двумя проблемами может бороться только карандаш. Можно заполнить пробелы между носками тенями. Но потом сверху все равно придется фиксировать тушью. Или же дорисовывать недостающие волоски при помощи маркера. Но, на мой взгляд, карандаш – это наиболее универсальный продукт. По той простой причине, что он в себе содержит две функции – и теней, и маркера для бровей. По той простой причине, что если вы будете рисовать штрихами, вы можете прорисовать недостающие волоски. Если вы нарисуете, вот так выглядит карандаш, если вы прорисуете пространство между волосками на брови, а потом щеточкой растушуете, вы получите эффект теней для бровей. Поэтому для меня это действительно универсальный продукт, который должен быть в косметичке у каждой девушки. Даже если у вас густые и роскошные брови от природы, и ваша рука с пинцетом, никаких изъянов ваших бровях, то все равно, какой бы красивый макияж глаз вы ни сделали, неухоженные брови, к сожалению, его могут испортить. И поэтому я очень рада, что у нас вышел замечательный карандаш серии Giordani Gold. Он на восковой основе, а это значит, что вы легко его нанесете, прочешете щеточкой, и через минутку он застынет. Это значит, что ваши брови будут с вами, и с ними ничего не случится, они никуда не уползут, ничего не произойдет. Вы знаете, часто в течение дня мы прикасаемся к нашему лицу, и частички нашего макияжа имеют свойство куда-то девать. И к вечеру, к сожалению, макияж уже не выглядит так, как утром. Но вот такие текстуры, как восковой карандаш и множество других ингредиентов декоративной косметики позволяют делать макияж более стойким. Поэтому для меня это очень классный продукт, и несмотря на то, что, казалось бы, все карандаш, это целых 13 бонус-баллов. Не забывайте об этом. Это тоже очень важно. Итак, продукт бренда Novage с облегченной текстурой нас ждет на большой скидке в каталоге номер 2. Я думаю, что все знакомы с этим продуктом. Он появился у нас, наверное, уже практически год назад, может быть, чуть меньше. Но так или иначе, этот продукт полюбился очень девушкам. По той простой причине, что в возрасте, когда уже появляется первый возраст изменений в виде мимических морщинок, все равно кожа может быть склонной к жирности. И чаще всего так и происходит. Поэтому плотные текстуры антивозрастных кремов или кремов, которые так или иначе борются с первыми морщинами, и не всегда подходят каждой девушке. И вот такая облегченная версия, которая по-прежнему остается очень эффективной, по-прежнему устраняет до 33% морщин, по-прежнему выработка коллагена увеличивается на 200%. Это невероятная цифра. Самое главное, что это цифра на клиническими исследованиями. Я думаю, что такой продукт, особенно накануне весенних праздников и весны, когда начнет выглядывать солнышко, замечательный крем в облегченной версии в рамках серии Novage Ecollagen, тем более на такой привлекательной скидке, должен действительно пригодиться и понравиться многим-многим вашим клиентам. Продукт, который должен быть в каждом заказе. Совсем недорогая серия, очень такая действительно сладкая парочка, крем для рук, пролине, пахнет шоколадной конфетой, прямо хочется скушать. Действительно, это такой маленький комплимент. Вы знаете, на 14 февраля, я не знаю, как у вас, у меня часто бывает так, что многие девушки поздравляют друг друга с этим праздником, признаются в любви своим подружкам, коллегам. И это действительно такой очень сладкий и приятный комплимент вашим девочкам, вашим подружкам. И действительно, такое приятное напоминание о том, что вы о них заботитесь и вы их любите. Поэтому действительно, вот такая сладкая парочка должна быть в каждом-каждом заказе. Итак, вот теперь немножечко о серьезном. Что нужно знать о каталоге номер два? Конечно же, мы привлекаем внимание наших клиентов тем, что в феврале у нас два замечательных праздника. День всех влюбленных и, конечно же, День наших мужчин. Поэтому привлекаем внимание продуктами мужскими, драйвером каталога серии Нортон Лимитед. Обращаем внимание на первую платформу каталога «Твое идеальное свидание» и несколько хитростей, как привлечь внимание мужчины. Очень много продуктов на привлекательных скидках. Обращайте на это внимание. На чем зарабатываем? Конечно же, речь идет о новом парном аромате. Клад Мадмуазель и Клад Луи. Очень большое количество бонус-баллов вам приносит. Особенно, если вы будете продавать их парно. На Вейдж Экологен в облегченной версии. Не забывайте о том, что Вейдж Экологен Легкий продается целым набором. И у вас есть возможность приобрести и крем с хорошей скидкой. И, конечно же, обращайте внимание ваших клиентов, что есть целый набор с облегченным кремом Экологен. Карандаш для бровей. Я уже говорила, несмотря на то, что это совсем небольшой продукт, он принесет вам целых 13 бонус-баллов. Не забывайте об этом. И, опять же, еще раз и еще раз напоминаем вам. Привлекайте внимание праздниками. Действительно, несмотря на то, что кто бы ни говорил, что у нас кризис и немножечко сложно, но праздники и возможность сказать всем близким, что вы их любите, и сделать совсем небольшой подарок, это очень хороший инструмент для привлечения внимания. Зарабатывать в этом каталоге можно на огромном количестве продуктов. Не забывайте об этом. Большая платформа подарков для мужчин с 50% скидкой. Это действительно очень хороший способ заработать в этом каталоге. Я надеюсь, что каталог номер 2 порадует вас не только хорошими продажами, но и ростом вашей команды, и ростом новых званий. Вы видите все наши награды. Это тоже факты нашей гордости. Не забывайте об этом, пожалуйста. Мы часто пролистываем этот слайд, но я даже себя словила на такой ошибке. Не забывайте о том, что наша компания получает огромное количество наград. Это действительно хороший способ сакцентировать на этом внимание. Какой бы негатив вы не сняли, обращайтесь к этим наградам. Награды просто так никому не даются. И для того, чтобы их заслужить, нужно действительно очень хорошо постараться. Мы в прошлом году очень постарались. И у нас есть огромное количество наград, которыми можно гордиться. Поэтому я свою презентацию заканчиваю. Спасибо вам большое. Я желаю вам хорошего закрытия первого каталога. Он длился целых 4 недели. Это действительно хорошее подспорье для того, чтобы поработать на 30% лучше. И я желаю вам хороших праздников, хороших вам праздников. Всего вам доброго. Передаю слово Вите Хекстре. Спасибо, Наталья. Наталья имеет такое свойство, так ярко, так насыщенно, так здорово рассказать про эти продукты, что я, в принципе, уже зная о них, уже перепробовав, уже всего там распаковывая новинки каталога, вот мне еще и еще раз хочется как-то нанести на сайте и перенюхать даже все мужские серии и все-все-все перепробовать. Большое спасибо. Надеюсь, вы с таким же воодушевым, с таким же энтузиазмом будете рассказывать про наши великолепные новинки и те продукты, которые дают гарантированный результат. Итак, мы с вами продолжим. Давайте поговорим о лидерстве лидерства в каталоге номер 2, сезон каталога номер 2. Время каталога номер 2 попадает как раз на сезон подарков. Мы говорим об этом, мы говорим о возможности дарить подарки и получать подарки. Напишите, пожалуйста, в чате, что вам больше всего нравится. Дарить подарки или 5? Я, признаюсь честно, наверное, в последнее время больше люблю дарить подарки. И знаете, это такое невероятное чувство, когда ты угадываешь с подарком и видишь в своем знакомом, другим, в детях, в глазах их такую радость, воодушевление. Это приносит наибольшее удовольствие, чем получать подарки. Но, конечно же, получать подарки тоже приятно. Давайте друг друга научим дарить подарки, в этом нам поможет наш волшебный каталог. И как раз-таки этот сезон мы открываем активностью. Мы очень хорошо с вами поработали в конце 2016 года. У нас очень много званий, у нас очень большие и крутые команды. Сейчас давайте поработаем над активностью в ваших командах. И лидерский акцент этого каталога – это максимальная активность. Показывайте, делите, выкладывайте все свои фотографии, все свои видеообзоры, которые работают сейчас очень хорошо. Обзоры продуктов этого каталога, обзоры продукта какого-то выбранного. Сейчас есть очень-очень много средств, очень много разных технологий, которые позволят вам это сделать. Это тренд. Сейчас очень-очень много интересных видео можно найти в интернете. И подписаться на любой канал. Я желаю вам создать свой такой собственный канал, очень интересный, яркий, на котором вы сможете рассказывать о своих успехах, о возможностях компании Reflame. И делать продукции, и тем самым повышать активность в вашей структуре. Также для повышения активности у нас с вами есть акции и программы. Напоминаю вам, что в первом каталоге вот уже буквально осталось два дня акции «Выгода в Кубе». Действительно очень хорошие, очень классные у нас наборы. У нас есть отчеты. Мы сегодня вам предоставим отчеты по тем консультантам, которые уже сделали заказы во всех каталогах или в определенных. И тем, кому нужно еще немножечко постараться и помочь сделать заказы, чтобы эти наборы по самой-самой выгодной цене, по суперцене в этом каталоге. Также у нас с вами продолжается программа по приглашению «Твои настоящие моменты». Мы много говорили вам о супер-супер-классном, да, самом таком крутом гаджете, который, возможно, как и я, в принципе, в этой программе видела первый раз. Это планшет-компьютер, абсолютно вообще волшебная вещь, невероятная, нужная как раз-таки для бизнеса, для работы вашей команды. И, да, я смотрю ваши вопросы в чате, секунду, подождите, про Болгарию мы расскажем. Сейчас мы говорим про акции и программы в этом каталоге. И, пожалуйста, рекрутируйте, продолжайте пришивать ваши команды, суммируйте свои спонсорские баллы и собирайте коллекции этих невероятных подарков. На самом деле подарки очень-очень хорошие, очень качественные, выглядят очень стильно. И, конечно, картинка не передает ту и качество тех аксессуаров, которые представлены в этой компании. Они действительно очень-очень хорошие и приглашайте, зовите на эти подарки. Сезон высоких продаж – это отличная возможность работать с вашей командой, поработать со всеми, кто у вас есть в структуре. Вам в этом поможет отчет по рекрутам, который вы можете снять на сайте, на своей личной страничке и разделить рек, разделить всю вашу команду новичков и тех, кто уже шагает, возможно, по стартовой программе, распределить на разные группы и проработать с каждой группой, используя отдельные или в частности какие-то акции и программы. Вы уже знаете, слышали прекрасную новость о том, что юбилейный год мы начали с грандиозного подарка, и сейчас 4 шага программы стартовой, можно пройти, разместив заказ всего лишь на 75 бонус-баллов. Таким образом, поздравляем вас с юбилеем, мы начинаем этот юбилейный год с подарков, и обязательно, пожалуйста, расскажите об этой прекрасной возможности, об этих прекрасных продуктах, о том, как их можно использовать. Их опять же можно подарить. С помощью этих продуктов можно устроить какой-либо мастер-класс, пригласить на какую-то время на тестирование продукции. Эти продукты можно подарить. Это прекрасный набор на любозник, на любое торжество. Отличный повод, чтобы рассказать об этой программе еще, еще, еще. Итак, какие же у нас есть инструменты для лидеров в этом каталоге? Вы уже все знакомы с нашей книгой красоты, с этим глянцем, который может себе позволить не каждая косметическая компания. Мы предлагаем этот инструмент для работы лидерам. И, как уже доказано, в принципе, опытом многих успешных лидеров, многие из вас были на вебинаре по теме работы с книгой красоты. И мы еще будем проводить вебинары, будем приглашать о том, как с ней работать, как показывать, как предлагать, что показывать раньше, каталог или книгу красоты. У нас выходит юбилейная тематика в книге красоты. Эта книга у нас будет в каталоге. Мы сейчас буквально раскроем такой маленький анонс, сделаем, покажем вам несколько разворотов нового издания. И мы видим, что звезды поздравляют и Флэйм с этим великолепным юбилем. Вы увидите здесь точно так же, как и в первой книге, очень много разных советов, статей, экстрементных мнений. Вы увидите, как рекомендовать, что рассказывать про тот или иной продукт. Очень схематично, очень все по категориям распределено. И какой бы продукт вас не заинтересовал, какая бы тема вас заинтересовала, вы все это найдете в разделах нашей книги «Красота как образ жизни». Здесь же есть категории «Велнос», есть категории «Худо за кожей лица», мнение лидеров, которые делятся своей информацией, делятся своим опытом с вами на страницах этой книги. И также вы увидите в нашей книге, которая у нас будет в нашей Республике Беларусь, опыт наших лидеров, наших лидеров, которые путешествуют с компанией не один год, не первый раз, не даже десятый, не двадцатый раз. И готовы делиться с вами этой информацией о своем успехе, о своей работе в Reflame. Также один из инструментов для лидеров, который вы начинаете очень активно использовать, это онлайн. Различные социальные сети, мессенджеры, какие-то невероятные приложения, которых сейчас очень-очень большое количество. И мы, как компания, рады вам помочь и готовы вам взять абсолютно разные инструменты для работы. И я бы хотела сейчас пригласить на наш вебинар специального гостя, вебинного специалиста, профессионала своего дела, Василия Архипова, старшего менеджера по продажам онлайн и этики Reflame Россия. Мы бы хотели, чтобы он поделился с вами новостями в диджитал-индустрии, такими модными разными словечками, цифрами, данными. Я приглашаю Василия на вебинар. Добрый день, уважаемые друзья. Будьте добры, пожалуйста, как-нибудь обозначьте, что меня слышно. Очень хорошо, друзья. Замечательно. Так, я попрошу буквально секунду внимания, секундочку терпения. Я, к сожалению, впервые, впервые вот на этой платформе. Да, все получилось отлично. Все замечательно. Сегодня так сложно. Итак, друзья, начнем. У меня очень классный вебинар на российском. И там, соответственно, уже второй раз мы тестируем, пробуем вот такую вот некую форму коммуникации с лидерами. Мы рассказываем им о каких-то новинках, да, вот актуальных новинках для бизнеса с компанией Reflame, которые бы помогали, да, может быть, а может быть, просто открывали новые возможности. Можно чуть погромче, друзья. Давайте попробуем чуть погромче. Платформа новая. Так, секунду. Так, мне бы еще нельзя, конечно, так быстро собраться, как это делается. Давайте я просто буду как-то поближе, да, чтобы времени не терять. Вот так. Хорошо. Сделайте, пожалуйста, по возможности погромче у себя тогда звук. А мы к следующему разу обязательно разберемся быстро, как это делается. Так вот, мы решили запустить такую вот форму, на которой делиться с лидерами, которые посчитали бы актуальными. Да, и я, соответственно, как лицо, которое отвечает в сегменте продаж в компании, соответственно, в России, в деле продаж я к нему отношусь. То есть я отвечаю как раз за это направление работы с лидерами и, естественно, в том числе с нашими уважаемыми оригинальными менеджерами, которые потом транслируют эту информацию лидерам. Поэтому не судите строго. Это как бы второй только выпуск. И, конечно же, тут информация о России. Ну, имеется в виду, что она относится к России в основном, да. Но, тем не менее, конечно, на Беларуси мы можем легко проецировать. Вполне возможно, что некая погрешность кое-где все-таки имеется. Это я так тоже только сначала немного оговорюсь. Итак, ну, сегодня всегда я начинаю информацию о своем выступлении с небольшой статистики. И вот такая простая статистика, которая бы подчеркнула еще раз значимость диджитал-сферы в том, что по исследованиям компании мировой на начало этого года у нас люди уже используют 4 миллиарда смартфонов. Да, представляете себе, 4 миллиарда смартфонов. Безумные какие-то цифры. То есть больше половины населения уже использует. Прирост очень колоссальный произошел. 18% начиная с 2008 года. И, ну, понятное дело, что и качество этих смартфонов выросло очень серьезно, да. Чем своим смартфонам это тоже наблюдать. А самое главное это то, что количество используемых смартфонов, оно увеличится к 2020 году до 6 миллиардов. Соответственно, каждый год наши компании такие крупнейшие, как Apple, Samsung, ну и те, которые, собственно говоря, выпускают далеко не хуже продукты зачастую, а местами даже и лучшие. Об этом мы тоже чуть попозже поговорим. Они тоже, соответственно, радуют нас каждый год новинками, стимулируя нашу прививность. Да, в свою очередь это ведет за необходимостью зарабатывать больше денег, а это ведет за необходимостью, соответственно, активнее в мире технологии в нашем бизнесе. А дальше, Россия входит в топ-5 стран, ну, эта информация не знаю, насколько для вас актуальна, наверняка многие из вас с Россией коммуницируют, наверняка у многих есть российские струбки и спонсоры. Так вот, в России вошла в топ-5, и в России самые известные приложения, думаю, как во много WhatsApp, ВКонтакте, Viber, Сбербанк Онлайн и Одноклассники. Но при этом в лидерах, конечно же, крупные страны с большим населением, Индия, Бразилия, США и Индонезия. Дальше. Было в начале года наш крупный оператор Мегафон в России, который принадлежит к тройке самых крупных операторов, даже, наверное, основной тройке. У нас всего их, на самом деле, четыре основных. И вот он составил на основании своих данных, которые получает, соответственно, да, вот по пользованию сотовой связью, именно передачи данных в приложениях, он смог определить, составить статистику. Ну, собственно, я думаю, что это будет полезно для общего понимания, что, например, такая США страна красива. У нас здесь каждый третий пользуется ВКонтакте, наверняка у вас все то же самое. Одноклассники, смотря на то, что многие прочили этой сети постепенное, ну, скажем так, смещение позиций, уход на какие-то там роли, они сделали существенный рывок и достигли практически 12 на 20 процентов. То есть чуть ли не пятая часть абонентов пользуются, общаются через приложение. В Однакше активно нарастает Инстаграм, самый крупно растущий, самый быстро растущий приложение и тренд в настоящий момент, да, это Инстаграм, который объединяет огромное количество возможностей, вбирая их от всех популярных сервисов, вот, и буквально там последняя возможность, с которой мы сегодня там о ней тоже поговорим, образом пытаясь объединить в себе, ну, скажем так, все лучшее, что можно вобрать от действующих самых популярных приложений для коммуникации. Дальше идет Твиттер и, соответственно, Фейсбук, да, вот такая пятерка. Это через Мегафон, но это можно проецировать, конечно же, в целом на всю Россию, потому что Мегафон, насколько я знаю, там, ну, порядка 30 процентов среди пользователей в России, по крайней мере. По мессенджерам, да, по мессенджерам ситуация по мобильным примерно схожая на начало года, это большую часть, до половины занимает мессенджер. Мессенджер тоже постоянно модернизирует и совершенствует свою платформу последние ее изменения, например, да, в WhatsApp буквально пару дней назад. Теперь вы можете, даже если у вас нет сигнала, писать сообщения, набраться, да, там, даже, допустим, поехали куда-то по своей структуре, что хотите им сказать, какие-то вопросы задать, вы просто пишите им в чаты, соответственно, эти сообщения накапливаются, и как только появляется малейшая связь, они улетают. Это вот тоже очень интересная и ценная оффлайн, скажем так, опция, да, от онлайн-мессенджера. Это, собственно, и дает ему такую мощную популярность. Дальше, Viber точно популярен, да, в первую очередь за счет своей неплохой звуковой и видеосвязи, которая, по моим ощущениям, так, получше, чем в WhatsApp, несмотря на то, что в WhatsApp тоже есть такая возможность, да. Скайп все еще силен, да, 18%, и, опять же, набирающий тренд – это Telegram. Telegram – это детище, как вы знаете, да, Павла Дурова, бывшего владельца ВКонтакте, да, самой популярной, по крайней мере, сети. Вот, это его детище, и оно активно набирает обороты. Буквально, там, не знаю, полтора на рынке вот добилось таких внушительных результатов среди пользователей. Это тренд, один из самых быстрорастущих. Дальше идут обычные сообщения, и последнее – это Mail.ru.agent, да, примерно 12%. При этом вот говорили про одноклассники, да, по крайней мере, на российском рынке, они очень серьезно приросли за счет того, что, во-первых, слегка подрастут свои площадки, да, они очень сложно стало сейчас, по крайней мере, в России лидером компании работать, потому что, соответственно, внимание привлекло на стороне модераторов очень существенное, ну, потому что действительно очень-очень много спама, вот, и сейчас все лидеры в один голос говорят, что работать в одноклассниках практически невозможно, потому что вот как раз такая тряпка, да. Это тоже, опять же, тенденция определенная, была к, в общем, положительным результатам. Мы видим плюс 17% рост мобильной аудитории у одноклассников, а мобильная, опять же, самая ценная и самая быстрорастущая, потому что, ну, собственно, у нас постоянно идет демографический рост и демографический сдвиг, да, у нас там родившиеся позже, они, соответственно, число их все больше возрастает, да, и они все склонны, более молодая аудитория склонна, конечно, к мобильным приложениям, к мобильности, да, как таковой, с помощью смартфонов, и, в первую очередь, это касается именно установки приложений и общения людьми. Дальше, что, ну, здесь можете статистику потом посмотреть, презентация вся будет, это у вас, просто не хочется на ней останавливаться, поскольку для нас это не главное, скорее общий тренд, да. Фейсбук на днях буквально выпустил информацию о том, что он запускает свой собственный аудиопродукт, если вы активно пользуетесь Фейсбуком, то знайте, что в самое ближайшее время видео, лайф-видео, которое запустил Фейсбук, это опция, позволяющая видеотрансляцию, например, программы Перископ, у сервиса Перископ, да, и лайф-аудио, это дополнение, это для тех регионов, где мобильность связь все-таки еще не настолько развитая или настолько, может быть, скоростная, которая позволяет транслировать видео, работать с видеоконтентом, но при этом аудиоконтент будет вполне востребован, можно все равно диктовать, провести какую-то аудио-небольшую конференцию, либо там планерку. Еще одна интересная вещь, крупный оператор на рынке с вирусами лаборатории Касперского, она провела анализ и выяснила, что всего лишь пользователи действующих в интернете в России, да, по крайней мере, создают новую комбинацию для каждого отдельного аккаунта. Понятно, откуда это все берется, да, запоминать сервисов очень много и запоминать новый пароль для каждого приложения, это, ну, довольно сложно. И я, честно говоря, с такой же проблемой столкнулся, я, ну, наверное, как многие вызовы, сотни уже, там, может быть, даже уже и тысячи сервисов, и в какой-то момент я решил, что хорошим решением будет один большой сложный пароль. Я его создал, запомнил, начал его везде применять. Но потом я столкнулся с такой проблемой, со следующей проблемой. Многие сервисы предлагают со временем изменить пароль, изменить, потому что вот он в непосредственности, он их устаревает и со временем должен быть обновлен. И это привело, начинало приводить к определенным коллапсам, да, и мне в ряде сервисов пришлось его поменять, а потом еще раз поменять, еще раз поменять, и в итоге я снова эти пароли. Вот, и, видимо, такой же логикой пользуются и большинству, потому что процентов, ну, практически, да, 10-10 части единый пароль для доступа ко всем аккаунтам. И это, конечно же, далеко не классности, безусловно. Вот, потому что каждый шестой интернет-пользователь в России сталкивается с попыткой взлома онлайн. Как только вы в каком-то аккаунте наберете определенную популярность, вы сразу станете мишенью для аккаунта, потому что это довольно неплохой бизнес. Соответственно, аккаунт своровать и потом его, собственно говоря, перепродать. Ну, таких вот бизнесов достаточно немало, ну, немало таких людей, которые занимаются подобными видами бизнеса. Поэтому всех призываю, соответственно, поступать несколько более изощренненно. Это завести себе помощник для сохранения паролей. Не бумажку, не тетрадку, вот, а именно электронного, да, который их немало, да, опять же, это приложение, или, вернее сказать, это мультиплатформа. Например, в первом выпуске Digital News мы говорили о приложении, и там я вот оглашал-то одно из самых популярных того года, называется LastPass. Ну, в общем, если вы наберете, как слышите, LastPass, он вам и выдаст поисковик это приложение. Оно бесплатное, оно устанавливается на все типы приложений, которые только в себе возможны, вернее, на все виды платных приложений. Вы везде входите в это приложение, и как только вы захотите в компьютере ввести логин, пароль и введите его, тут же появляется, если вы установили, соответственно, себе настройку, например, к хрому, да, к браузеру, или там, к какому-то еще браузеру, он будет появляться и предлагать вам сохранить этот пароль. А заходя в телефон, соответственно, вы, входя в приложение и вводя логин, пароль свой там, вы всегда будете иметь доступ ко всему этому безумному списку логинов и паролей, и там очень удобно даже набивать, просто щелкать и скопировать, переходите в окно приложения, нажимаете «Составить» и пароль уже там. Вот, комментариев очень много, по-моему, называется еще, по-моему, приложение «Один паспорт», паспорт по-английски «Пароль», да, «Один паспорт», но есть еще какие-то, да, там, наверное, штукки 3-4 наберется очень известных. Выбирайте, мне кажется, что это за безопасностью наша... Дальше, теперь, друзья, да, у вас паспорт все написали, отлично. Спасибо большое, помощники, тем, кто помогает, поддерживает ННК, многие пользуются. Но, кстати говоря, я не пользовался, начал пользоваться тоже только вот месяц назад, когда мы провели первый выпуск новостей. Теперь немножко о наших мощностях, на что все это устанавливалось. Проведен рейтинг производительности одной из самых крупных компаний, которые этим занимаются, Antutu, и она выявила, что... Александр, я поправлю, Evernote, он все-таки не на сохранение паролей, хотя там тоже, конечно, это можно делать. Он, в первую очередь, более широкий функционал у него, просто Evernote он тоже активно пользуетесь. Там просто сохраняются заметки, хотя функционал сохранения там тоже имеется. Так вот, друзья, о мощностях смартфонов. Самым мощным смартфоном запрос является iPhone 7 Plus. Дальше идет iPhone 7. Это смартфоны, которые традиционно задали новую планку, новый уровень производительности, как часто бывает. Дальше, соответственно, идут другие смартфоны. Когда мы говорили о том, что есть производители, не относящиеся к Samsung, которые очень производительны, это вот как раз-таки тот самый случай. Именно ориентироваться на непереоцененные модели телефонов, которые позволят вам забыть о необходимости совершенствования апгрейда какого-то на 1, 2, 3, может быть, даже годы. Как вы видите, многие есть близкие, даже iPhone 7 и iPhone 7 Plus. И на приложениях для андроидах, вернее, на платформе Android, соответственно, вот подборка тоже этих же приложений. И, как вы видите, здесь в основном преобладают, ну, так, не самые, скажем так, известные в мире марки, ну, хотя растущие. Допустим, я впервые вижу ЭКО, такой бренд, Moto Z, это от Motorola, так сказать, как я помню. Вот, удивительно, что на первом месте OnePlus, плюс, который становится очень-очень доступных денег, при этом производительность у него практически как у iPhone 7. Дальше, друзья, немного из мира, из мира социальных сетей. Новый сервис «Истории ВКонтакте», аналог истории в Инстаграм. То есть это что? Это некая опция, которая позволяет записывать вам короткие видеоролики, которые появляются вам в отдельном окошке. Вы можете записать их много-много-много, таким образом, иллюстрируя что-то, что относится к вашему бизнесу, к вашей жизни, что может быть интересно вашей аудитории. А за аудиторией, собственно, наше будущее. Собственно, я прочитал интересную заметку по поводу того, как продвигать MLM-бизнес в сетях. И там основной акции у этого специалиста, эксперта, который об этом пишет, именно на, ну, понятное дело, на свой бренд, на то, как позволяет занятие бизнесом этим, соответственно, развивать самосовершенство, самосовершенство, какие-то результаты приносит, да, для того, чтобы люди хотели быть похожими на вас. А видеоконтент, конечно, нам большой помощник. И вот если вы активно пользуетесь ВКонтакте, используйте истории. Это аналог абсолютно Instagram. И здесь, наверное, только вам, чем вы используете, ВКонтакте или Instagram, у вас появляется сейчас уже альтернативно. Правда, продолжительность здесь всего лишь еще, продолжительность всего лишь 12, по-моему, небольшая, но, видимо, это лишь временно. Друзья, отвечаем на вопрос, где Samsung? Я, к сожалению, не знаю, где Samsung. Можно посмотреть, протестировать производительность Samsung, если они у вас есть, или посмотреть на производительность Samsung. Не исключено, что вот именно в производительности, может быть, он объективно, ну, не дотягивает, потому что последняя версия Samsung, она, Samsung Note, по крайней мере, она не очень положительно закончилась, история. Вот, вполне возможно, что следующий Samsung Note 8, он будет, в этом смысле, более удачный. Дальше, друзья, Instagram открыл доступ к прямым трансляциям. Это такая большая, приятная новость любителям Instagram. Нет необходимо больше пользоваться перескопом, разрываться между аудиторией Instagram и перескопом. Можно работать теперь только в Инграме и, соответственно, публиковать ваши прямые трансляции напрямую из Инстаграма. Трансляция может продолжаться, так называемый прямой эфир. Правда, сохраните этот ролик, к сожалению, пока, опять же, да. Это, я думаю, что очень временно. После трансляции видео сразу исчезнет. Хотя, может быть, для кого-то это штука. Знаете, вот, ну, многие инфобизнесмены, ну, и в том числе и в MLM-бизнесе, что же здесь скрывать. Я приглашаю к вам на вебинар, тут же встречаюсь со следующей штукой, да. А запись вебинара будет, да, вот как сейчас. И когда запись будет, получают на вопрос, они, соответственно, имеют альтернативу прийти или не прийти на вебинар, да. Торис записи принципиально невозможно. Это может быть даже и неплохо, и может быть использовано для того, чтобы, скажем так, именно здесь и сейчас приглашать и встречаться с вашей аудиторией. Вот, уже это все работает. Вот этот скриншот сделан самостоятельно вот с моего телефона. Буквально позавчера, когда я готовился, они уже появились. Просто смахиваете влево, и там выбираете опцию прямой эфир, выбирая опцию этого прямого эфира. Что еще интересного? Не знаю, насколько у вас, в вашей регионе, но в России, вот, когда мы уже виларим мессенджер Telegram. И я недавно тоже сам в полной мере ищу функциональность и полезность этого, собственно, мессенджера. Казалось бы, к чему еще новый мессенджер, когда и так уже есть WhatsApp, Viber и много-много, на самом деле, еще и других. Вот, и тот же Skype, и что-то еще. Но нет, а, возможно, еще и господин Дуров, в общем-то, здесь, конечно же, не промахнулся в очередной раз. В чем его, там, во-первых, для начала, кому он нужен, да? Он нужен нам, простым пользователям, для начала, для обмена сообщений имелами. Огромным структурам и огромным компаниям он нужен для создания огромных чатов. До пись человек может чат составлять, это уникальная вещь, да, таких сейчас точно никто на рынке не предлагает. Вот, и для блогеров это отличный инструмент для оповещения своих подписчиков, потому что там создаются как каналы, так и... С этим еще не знаком, ну, как бы, не знаю, насколько это нужно, насчет ботов, но каналы, вещь достаточно полезная. Вы можете создать канал. Получается, в одном окне сейчас практически все, да? То есть сейчас настолько много каналов, ботов там и так далее, что, например, сейчас читаю новости, смотрю погоду, вот, всевозможные IT-новости и так далее, и так далее, общаясь с коллегами, в рамках каких-то сообществ, все в одном окне, вне Телеграма. И дальше функционал будет только расширяться, в будущем еще и видео-профессии появится, да? Отлично. Супер, что знакомо с вам, я, ну, как бы, уверен, да, конечно, что популярность этого мессенджера не ограничивается, безусловно, какими-то отдельными территориями, она повсеместно. Преимущества Телеграм очевидны. Это возможность передавать огромнейшие, в отличие от других, да, каких-то приложений, до полутора гигабайт. Это синхронизация с любыми устройствами. Нет, не можете устанавливать этот мессенджер на компьютер. Можно зайти в веб-версию, так называемую, да, набивать. Веб.телеграм, точка окончания не помню, ну, как бы, да, наберете Телеграм, пусть вам выдаст. И сразу входите через, просто через номер телефона. Максимальное число свидетельников, очень высокая скорость заставляемости сообщений, которые достигаются, и высокий уровень безопасности, наивысший безопасность среди мессенджеров, достигается просто огромным-огромным количеством серверов, которые разбросаны по всему мунду. Соответственно, из-за этого ближайший сервер включается, который находится в вашей стороне, либо рядом с вами, и скорость очень сильно возрастет. Также есть секретный чат. возможность создавать секретный чат, где сообщение мгновенно уничтожается. Как только человек его читает, прочитывает, оно уничтожается. Не уникальная, на самом деле, опция. Есть в других приложениях, только не массовые, да, которые на это специально, скажем так, ориентированы, да, такие секретные приложения. Но такого, чтобы это было в массовом приложении, такого еще, опять же, не встречалось. Пока еще нет звонков и видеозвонков, и русскоязычный интерфейс. В общем, скажем так, на старте он отсутствует, да, вот в базовом варианте. Но его, да, можно установить, и способы по русификации, например, они тоже есть. Нужно просто набрать в поисковике русифика сервиса. Ну и английский можно учить совершенно верно, Инна. И еще меня попросило очень видимо немного рассказать вам про QR-код. Ну, возможно, просто есть еще люди, которые не знают, что такое QR-код, и пока не знают, как им пользоваться. QR-код. QR-код это не что-то минуе, как quick response, так называемый, быстрый код для быстрого ответа, да. Как мы знаем, есть бар-код, штрих-код обычный, да, бар это штрих, а есть как бы QR-код. QR-код нужен лишь для того, чтобы шифровать в нем больше, чем шифровать в штрих-коде. И его придумали в Японии, в далеком-далеком, в 94-м году. И у них он невероятно популярен, в России тоже, но только буквально в последнее время. Супер достоинство только в том, что оно распознается быстро и легко к фотокамерам мобильного телефона. Я скажу по секрету, помимо того, что вы можете считывать этот код, вы еще и можете его легко создавать. И на самом деле это полезно, потому что вы в него можете зашифровать все что угодно, какую-то ссылку на что-то, да, какой-то текст, что-то еще. Вот, вы можете использовать это как приманку, допустим, в каких-то своих, допустим, постах. Вот, делайте пост в Инстаграме, раз, небольшой штрих-кодик, ну, вот, QR-кодик. И выглядит современно, да, соответственно, и доверенно привлекает внимание. Ну, и много-много-много где еще. Вы можете сами такие кодики и трансформировать их, считывать. Как это делается? Очень просто. Восстанавливаете приложение себе. Вот я для трех платформ. Ну, на самом деле, как только вы наберете в любой магазине приложение QR, вот это, да, он вам сразу много приложений. Все они в основном бесплатные и очень быстро, как правило, работающие. Наводите, считывайте и используйте. Дальше вы узнаете, для чего это, видимо, от вашего менеджера. Вот, друзья. И еще приготовил отдельное приложение, вернее, отдельную презентацию, которая называется «Этикет в социальных сетях. Как датчинственных постов, качественного поста?» Потому что, на самом деле, скажем так, первые, наверное, вот именно в MLM-оплыва пользователи уже как-то отходят и сейчас начинает все больше и больше играть роль качества. И как этого качества достигнуть в вашем постам, этим поможет вот эта простая презентация. Там 12 пунктов всего. Простые, очевидные, но достаточно полезные вещи. Используйте их, и наверняка качество, скажем так, вашей аудитории существенно повысится. Эту презентацию также вам ваш менеджер. На этом, друзья, пожалуй, все. До новых встреч, с новыми новостями, может быть от меня, может быть от ваших. Спасибо большое за внимание. Всем больших онлайн-успехов. Спасибо. Спасибо большое, Василий. Спасибо большое еще раз за такой профессиональный, качественный, всесторонний, многогранный обзор. Эта информация, конечно же, очень-очень пригодится нашим лидерам. И я думаю, что уже некоторые фишки вы для себя запомнили. И хочу приоткрыть вам небольшую тайну, для чего же Василий рассказал нам QR-коды. Я хочу, чтобы все участники нашего мегафорума 29 обязательно установили мобильное приложение для скачивания QR-кода. Такое же приложение есть в Viber, если вы посмотрите в настройках, его можно специально не устанавливать. Если у кого-то приложения этого нету, то, пожалуйста, поищите на Play Market, на Google Market, и вас ждет небольшой сюрприз, небольшая активация 29 числа, и вам понадобится для этого как раз-таки программа для считывания QR-кода. Больше ничего не скажу. Увидите все на нашем мега-мероприятии. Мы важны для вас. Большое спасибо еще раз нашему коллеге и специалисту по продажам Refrain Россия. Мы, я думаю, будем еще много-много раз приглашать разных гостей, которые вот так интересно и так классно будут рассказывать вам о новинках различных, в принципе, различных тематик, различных индустрий. Итак, давайте с вами продолжим и поговорим про квалификации на мероприятия. Вы знаете, что вот 29 числа у нас будет с вами грандиозный день. Некоторые менеджеры посетят утром бизнес-завтрак. Большое количество человек, 2300 человек посетят наше мега-мероприятие, наш мега-марафон истории и услышат неимоверное количество полезной информации для себя. А также менеджеры и новые открытые звания вечером посетят банкет юбилен-экспресс. Но это будет для тех, кто сделал свои результаты в 2016 году. И мы хотим сейчас объявить еще одну потрясающую новость. Вас уже в ближайшее время ждет два бизнес-завтра. Пожалуйста, обратите внимание, первый бизнес-завтра будет организован для менеджеров и лидеров каталога номер два. У вас сейчас есть еще два дня каталога номер один и каталог номер два, чтобы квалифицировать на этот грандиозный бизнес-ланч. Квалификация такая же, как в принципе на все предыдущие бизнес-завтраки. Достигайте, пожалуйста, первый раз уровень 15% и выше. Это значит, менеджеры 15%, 18% и 22% будут приглашены на бизнес-завтрак. И также у нас есть с вами каталог 3-4 для квалификации на второй бизнес-завтрак. Дату, место мы сообщим вам чуть-чуть попозже. Как всегда, это будет какой-то грандиозный ресторан, грандиозное место города Минска. И вы можете пообщаться, познакомиться с такими же успешными и активными лидерами нашего региона. Далее у нас с вами следует банкет директоров. Также незабываемое событие. Мы умудряемся удивлять вас каждый раз с какими-то невероятными площадками, программой, специальными гостями. И в этот раз точно так же мы будем рады удивить вас вот этим миром. Осталось всего 6 периодов квалификации. Пожалуйста, просчитайте, посмотрите ваши планы. Если кому-то планы необходимы, обратитесь, пожалуйста, к вашему региональному менеджеру. Мы обязательно пришлем вам план и скорректируем ваш рост и вашу структуру для того, чтобы вы обязательно смогли посетить это мероприятие. Также у нас с вами остается несколько дней для основной квалификации на юбилейную менеджерскую конференцию. А как вы помните, каталог номер один является обязательным для достижения необходимого для каждого из менеджеров. И мы хотели бы еще сделать небольшое анонимное. Сейчас я не расскажу вам условия второй волны. Она есть, она будет объявлена. И в неделе мы расскажем вам очень подробно на вебинаре все-все условия по достижению процентного уровня, по рекрутированию, по количеству ежекаталожному выполнению условий. Пожалуйста, в ближайшее время ожидайте эту информацию, проверяйте свою почту на момент приглашения на данный вебинар. Также, пожалуйста, не забывайте про альтернативные условия. В альтернативных условиях также необходимо определенное количество каталогов продержать достижение уровня старшего менеджера и закрыть соцдиректора. Мы хотим этими условиями этой программы поддержать вашу активность, активность ваших структур. Вас ждут очень интересные предложения, очень интересные условия, которые обязательно заинтересуют каждого, каждого вашей структуре. И мы продолжаем. Вот отгремела явно бриллиантовая конференция, отгремела осень-золотая конференция и фотографии до сих пор продолжаете публиковать, продолжаете гордиться и делиться своими результатами. И точно так же мы хотим, чтобы квалификация на золотую конференцию стала для вас, для вашей команды драйвером, для того, чтобы расти и развиваться. И мы бы хотели, чтобы наибольшее количество команд, наибольшее количество лидеров посетили эту невероятную золотую конференцию и побывали на двух шестизвездочных лайнерах. Я думаю, это просто мега-грандиозное событие. И, как я уже сказала выше, вот совсем недавно у нас закончилась конференция в Майами, невероятные фотографии. Я следила за постами всех лидеров в Инстаграм, в Фейсбуке, ВКонтакте и, вы знаете, как, ну, очень так по-белому завидовала, да, нескончаемая просто радость, восторг и размах компании. Да, мы посетили абсолютно новый, другой континент с невероятными историями, невероятной программой, невероятными новостями, которые были оглашены на этой конференции. Осталось 11 периодов квалификации на не менее интригующую и интересную конференцию, которая состоится в волшебной, абсолютно невероятной стране. Я думаю, побывать в Японии, на мой взгляд, это то же самое, что побывать просто на другой планете. Согласитесь, многие бы хотели поучаствовать в этом путешествии. И еще у нас есть небольшой анонс. Я сделаю маленькую затравочку, заброшу маленькую удочку. вашей команды. Мы не перестаем говорить о том, что юбилейный 50-й год особенный. Особенный для нас, особенно для консультантов и лидеров. И вас ждет невероятное количество новинок, каких-то событий, каких-то невероятных новостей. И я хотела бы предупредить вас, пригласить вас в команду старших менеджеров, пригласить вас быть на уровне 2% по итогу второго каталога. И вас ждет невероятная программа, глобальная программа для лидеров Арифлейм. Эта программа, это движение охватит весь мир, всех консультантов и лидеров абсолютно на всей планете Арифлейм. Ждите новостей также на нашем 29-го числа. Ждите новостей на следующей неделе. Я вас немножечко заинтриговала, и я такой маленький для того, чтобы хорошо закрыть каталог номер 1 и постараться достигнуть уровня 22% или удержать его в каталоге номер 2. Хотела бы напомнить также о наш проект Юбилейный Экспресс. Пожалуйста, присылайте еще заявки, еще есть время в этом проекте. Вы сможете получить индивидуальные консультации, индивидуальные планики по всем программам, по развитию, по росту вашей команды, по достижению ваших результатов и по воплощению вашей мечты. Мы всегда говорим о том, не забываем о том, что мы вместе с вами воплощаем ваши мечты. Кто же может стать участником программы, вы видите на слайде эту информацию, мы высылали вам на электронную почту, публикуем ее в чатах, мы ждем ваши заявки на электронный адрес salesbelflame.com Мы ждем ваш краткий бизнес-план, чего вы хотите, о чем мечтаете, каким образом вы хотите достичь того или иного звания к определенному каталогу, к определенной дать. Так будет легче работать и нам, и вам, и составлять график вашей работы. И напоминаю еще раз, что у нас состоится 29-го числа мега-марафон истории эволюции красоты и успеха. Временное мероприятие в 13 часов. Вы увидите приглашенного гостя и сможете с командой графироваться с Александром Афьохником. Это невероятная возможность, которая предоставится всем участникам мега-марафона. Мы ждем вас в холле мероприятия, в холле отеля вы знакомиться с кем-то. Ждет очень-очень яркие, красочные баннеры, которые вы сможете использовать для своих фотосессий. По адресу проспект Победителей 20, пожалуйста, ждем вас, прихватите свои билеты, хорошее настроение и все-все будет очень-очень здорово и просто потрясающе. Я бы хотела еще напомнить всем участникам и возможно даже те, кто не едут на это мероприятие, возможно захотят передать подарки для детской деревни. Мы хотели бы праздновать, мы постоянно помогаем этой деревне, мы причисляем средства, есть продукты в каталоге, после покупки которых идут перечисления в этот детский фонд. И мы хотели бы еще раз напомнить о том, что мы успешные предприниматели и мы готовы помогать тем, у кого, возможно, нету такой возможности пока еще. Мы ждем ваши подарки, ждем новые игрушки, товары, средства личной гигиены на специальном стенде. Вы увидите его в холле Мариоттеля перед мероприятием, вы сможете оставить, и мы абсолютно все подарки передадим ребятам из детской соцдеревни. Вот такие вот у нас новости, вот такие грандиозные события, мероприятия ждут вас в юбиленном году. Еще раз хочу, знаете, с особым таким настроением и благоговением поздравить вас с началом юбилейного года. Я надеюсь, что вы воодушевитесь, вдохновитесь этой датой и закроете свое новое в этот год и впишите свое имя в книгу в историю компании. Я желаю вам всем удачного, хорошего летия, я желаю вам эффективно поработать эти два последних дня и, конечно же, отдохнуть после закрытия каталога. Всего вам доброго, всего хорошего, спасибо вам за вашу работу, за вашу активную лидерскую позицию. Всего доброго!